привет сейчас я сделаю packet tracer 10.1.3.4 здесь у нас уже настроена сеть все работает однако нам нужно прописать к этой сети hello interval и dead interval к нескольким устройствам это у нас r1 откроем r1 командная строка enable configure terminal на каком интерфейсе на с 0 0 0 копируем вставляю и давайте эти команды тоже скопирую чтобы не писать первая команда hello interval и также dead interval к первым вставляю все сейчас у нас ничего не будут работать потому что эти же команды не настроены на r2 чтобы сейчас у нас работала сеть нужно строить это же на r2 открываем r2 командная строка enable configure terminal опять-таки копируете команды hello interval dead interval они должны быть одинаковые главные циферки интервалы иначе она не будет работать все здесь мы настроили также видим у нас 20 25 баллов этом настроили интервалы теперь давайте посмотрим второе следующее здание здесь нужно сделать команду trace road и посмотреть каким путем пойдет пойдут пакеты от пинга с pk1 на веб-сервер это сделаю интересно интереснее я открою симуляцию сейчас она откроется смотрим у нас пакеты откроем pk1 десктоп командная строка сделаем пинг на веб-сервер 64 100 1 2 пингуем веб-сервер вот у нас появились пакеты пакеты пинга и давайте по шагам посмотрим как пойдут наши пакеты вот от pk1 идет на r1 сейчас это не он вот он пошел с r1 на r2 напрямую потом он пойдет с r2 в интернет и оттуда на веб-сервер в том же что с веб-сервера вернется через r2 к r1 вот таким образом надеюсь все понятно здесь не надо переслать на r3 потому что так быстрее однако если мы сейчас ограничим скорость вот этого порта с 000 пакетом будет быстрее переходить на r3 потом на r2 и уже тогда отправляться в интернет давайте это и сделаем сейчас я установлю симуляцию поставлю real-time у нас request timeout и пошли ответы пошли но это нам не интересно мы открываем r1 командная строка уже открыта здесь нужно зайти в интерфейс а мы в нем и так правильно правильно прописываем bandwis пропускная способность 64 все мы установили пропускную способность 64 килобит в секунду и теперь пакетом будет быстрее переслаться на r3 потом на веб-сервер давайте это проверим сделаем еще раз пинг но перед этим включим симуляцию сейчас она включится пингуем и смотрим как пойдут пакеты в этот раз по шагам на r1 и видите пакет пошел на r3 они на r2 как было в прошлый раз с r3 он пошел на r2 и уже потом на веб-сервер вот думаю понятно как это работает cancel на этом все это было довольно простое задание думаю вы поняли в чем разница на этом всем пока ну Продолжение следует...